Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем играть в фарминг симулятор 17 на карте регион 18. И сегодня, если все пойдет по плану, мы таки выходим в производство, причем уже в таком относительно большом масштабе. Правда вот с деньгами у меня есть некоторый напряг и я хотел в начале серии купить комбайн и на него денег увы не хватает. Можно в принципе продать старый и тогда хватит, но это не совсем входило в мои планы, потому что на балансе у нас сейчас 371 тысяча, а комбайн я хотел взять вот этот за 342 и плюс к нему жатка 9 метровая за 43 тысячи. В принципе тут десятки не хватает по большому счету, ее можно быстро получить. Но прикол в том, что ко всему этому добру я хотел купить еще вот этот прицеп за 74 тысячи, поэтому 80 тысяч нам не хватает для того, чтобы обновиться вот как я сейчас хочу. В принципе для старта можно убрать вот это замечательное 14 поле, на нем растет трава. Трава уже выросла, можно ее покосить, переделать в силос и продать. Из-за этого мы получим денег, которых нам будет хватать на комбайн и прицеп. И наверное давайте так и сделаем. Для этого берем наш самый мощный трактор, вот этот стейр, заводим его и везем. Привозим его на 14 поле и цепляем к нему вот это добро, которое здесь стоит. Валковая жатка и газонокосилка, точнее сенокосилка она здесь называется. Но мы так с вами прекрасно понимаем, что это такое. Выставляем все это дело вот сюда и как обычно генерируем маршрут, разные полевые работы. 8,3 метра у нас будет ширина маршрута. Выбираем поле номер 14, расположение старта, бла-бла-бла, все как обычно. И сглаживать углы. Я этот маршрут пожалуй сохраню, чтобы постоянно этим не заниматься. Под названием поле 14, трава 8,3 метра. Вообще знаете, чтобы не было вот этой фигни посередине, которая наматывает трактор, давайте попробуем сгенерировать маршрут на 9 полос. У него здесь как раз подповоротная полоса 11, давайте попробуем сгенерировать на 9. О, так маршрут выглядит гораздо красивее, поэтому этот маршрут мы удаляем и сохраняем тот, который есть под тем же самым названием. Поле 14, трава 8,3 метра. И запускаем его со стартовой точки. Все, пускай работает. Мне кстати интересно, мы сейчас трактор помощнее подцепили, может быть он быстро все сделает, поскольку мощей у него больше. Может быть он сможет тянуть все это дело под горку без проблем. Посмотрим. Пускай работает. Собственно, что мы имеем здесь? Это наш БГА. В течение прошлой серии примерно наполовину опустела эта яма, даже больше, на 2 третьих можно считать. 500 тысяч в нем осталось. Я тут начал немножко эту опустошать, но потом пришлось уйти, поэтому не сработало. Ну и потом я все это дело снял, потому что цена за один ковш силоса упала до 600 евро. Это больше чем в 2 раза она обвалилась. Я решил подождать, потому что за такие копейки продавать его не особо сильно хотелось. Но сейчас вроде как цена опять немножко поднялась, поэтому ставим этого пацана на маршрут. БГА 1 прот и запускаем его по маршруту. Я не знаю, найдет он с этой точки или нет. Не найдет он с этой точки. Ну и все, пускай работает. Я думаю, нас он тревожить не будет. А мы тем самым возвращаемся на базу, где стоит все наше барахло. И в прошлой серии мы убирали поле с пшеницей, от которой осталось дохрена соломы, скажем так. Поэтому я думаю, имеет смысл ее продать. Для этого берем нашего самого немощного малыша Фортиса, цепляем к нему в фуражный прицеп и выставляем на маршрут по продаже соломы. Видите, цена за ковш уже выросла чуть-чуть, поэтому 1200 мы получаем, 1300 почти что. Но она сейчас опять начнет обваливаться, это нормальная практика. А за тюки, кстати, я так понял, цена всегда одинаковая, 980 за тюк. Поэтому пацану мы загружаем маршрут базы солома прот, который мы когда-то давно еще составили. Только мы забыли сбросить маршрут, который был, поэтому сбрасываем все и загружаем его отдельно. Транспортировка и продажа, и пускай он загружает солому. Неограниченное количество раз запускаем по маршруту, пускай катается. Я, кстати, трафик выключил еще несколько серий назад, я забыл об этом сказать. Очень сильно меня бесило на вывозе на БГА. Там пробка постоянно скапливалась, застревала техника. Они там налево поворачивают, и мы налево поворачиваем, только навстречу едем. В общем-то, всегда мешали друг другу. Да, ребята, этот трактор как-то поувереннее тянет вверх, под горку. Хотя все равно до максимальной скорости ему еще расти и расти, но это уже не 3 км в час, это 8. Это больше, чем в 2 раза быстрее. В общем-то, быстро он это все поле уберет. А мы тем временем возвращаемся на 11-е поле. Блин, у нас с погодой сегодня не повезло, но вроде как обещаю, что скоро будет солнышко. Как вы помните, я засеял на этом поле 2 культуры сразу. Справа от нас растет соевые бобы, и слева канола. Канола мы будем пускать на биодизель, ну а из сои будем делать муку, соответственно. Давайте начнем пока что убирать левую часть. У нас есть маленький комбайн, для этого мы им ее уберем. А пока мы будем все это делать, выставлять на маршрут, я думаю, у нас уже накопятся деньги на большой комбайн. Поэтому мы приступим правую часть убирать буквально сразу же. Берем наш Нью Холланд и выставляем на поле. В этот раз мы не будем наяривать круги, а будем ездить полосками взад-вперед. Сами понимаете почему. И, кстати, есть у меня одна гениальная мысль. Хотелось бы просто пустить его работать примерно серединой, чтобы они опять-таки в разную сторону поехали, два комбайна. И для этого мы начнем убирать. Хотя они все равно там, ладно. Начнем со старта, по-другому не получится. Генерируем маршрут без поворотной полосы. Солому нам не надо будет убирать за этим комбайном, поэтому оставляем его работать. Берем также зеленый трактор и ставим к нему в помощь. Так и быть, возьмем ему большой прицеп. Выставляем его вот сюда, ставим ему работу с комбайном, загружаем маршрут поля 11 в база и выбираем ему маршрут, точнее комбайн наш ТЦ 5.90. Просто запускаем с ближайшей точки, он ее вроде как сейчас, я надеюсь, подхватит. Да, подхватил, все хорошо. Они, в общем-то, будут работать. Пускай работают. Я вот просто, ребята, еще знаете о чем задумался? Что может быть все-таки брать топового Нью-Холланда сразу же. Правда он стоит 430 тысяч и 62 тысячи жадко, то есть на 500 тысяч надо. Мы, в принципе-то, получим эти деньги минут через 10, наверное, может 15, но это надо ждать. Ладно, я хотел Ростельмаш, значит покупаем Ростельмаш. Торум 760, 342 тысячи, до свидания из нашего кошелька, покупаем. И к нам прилетели денежки за соломку, я так понимаю, и мы покупаем еще и жадку. Купить 43 тысячи, до свидания. Ну а тебе, друг, здравствуй. Единственный косяк, конечно, жадка сволочь широкая. Я не знаю, как она будет пролазить через наши ворота, но если что, будем оставлять ее на поле. Мы же, конечно же, сбрасываем это все дело на базу и жадку тоже. И везем все это добро на поле. Да, очень широкая жадка, и она без колес, вот как от Нью-Холланда. Чем вот он мне и нравился, жадку можно цепануть сзади и все. И везти ее куда надо. А вот эту еще попробую вывезти за пределы нашего, нашей базы. И она, видите, не пролезет здесь. Или пролезет. Ох-ох-ох, пролезла. Ставим, собственно, сюда комбайн. Кто у нас там, Варьер, забуксовал. Хотя вообще сюда ставить его, наверное, плохая идея, потому что будет уезжать с поля трактор, который работает с канолой, и будет в него врезаться, будет ему мешать. А тем временем, кстати, у нас закончился покос травы. Видите, как быстро это случилось? На мощном тракторе-то. И все, прерываем маршрут, отвозим все это барахло, ставим тюковщик, пускай работает. Прямо отсюда его со стартовой точки запускаем. Он там найдет, в общем-то, немаленький. А пока он там работает, мы возьмем мана и подвезем его к 14-му полю. И припаркуем мы его пока что вот сюда, потому что сюда больше всего тюков будет скатываться с этого поля. Ну а мы тем временем ждем, пока все это дело закончит свою работу. Надеюсь, это будет довольно быстро. И вот мы насобирали первый прицеп, соответственно, везем его на БГА. Этого товарища мы пока что снимаем с маршрута, а с этого, соответственно, выгружаем все на левую сторону. И вручную все это дело засыпаем, потому что все оно ровненько не высыпается. Итого 69 тысяч у нас... 59, простите, есть. Я один тюк забыл. Да, баскетболист из меня так себе на самом деле. И опять-таки паркуем наш ман и ждем. Субтитры подогнал «Симон» А у нас тут тем самым готова вторая порция тюков, и поэтому мы везем их продавать. Делаем абсолютно те же самые манипуляции, что и в прошлый раз. И все, у нас есть 102 тысячи, а значит мы можем покупать прицеп для нашего мана. Ну и все, друзья. Везем продавать последние тюки и едем в магазин за новым прицепом. 120 тысяч у нас на балансе. Да, единственное, мы, конечно же, вот этого парня дальше запускаем по маршруту. Да, я думаю, он справится без нас. А мы берем ман и едем менять прицепы. Лезем в магазин и выбираем вот этот прицеп. Ставим ему заднее крепление. Пускай будет на всякий случай недорого, но стоит цвет. Конечно же, оранжевый. Выбор колес, широкие шины пусть будет. Оба тоже оранжевые. Пускай он нам показывает, что загружено. Черным цветом это все будет написано. И черная крышка. 77 тысяч. До свидания. И у нас новый прицеп, который мы сразу же сбрасываем на базу. Итак, друзья, произошло небольшое ЧП. Мы нахрен вырубили свет. И, соответственно, пришлось прерваться. А потом я ушел по своим делам. В общем-то, прошло уже туево куча часов. Поэтому я сейчас немножко не в теме, на чем мы остановились. Так, Снехоланд у нас собирает, собственно, канолу. И надо ему еще раз сгенерировать какой-нибудь маршрут. Сгенерируем мы с другой точки. Пофиг, пускай катается. Единственное, мы посмотрим, где он тут ездит. Дабы все было по фэншую, надо его ставить вот сюда. Отсюда мы его запускаем с ближайшей точки, да? Давайте еще раз пытаться. С следующей ближайшей точки, пускай отсюда он, собственно, и поедет. Далее трактор, который с ним катался. Поле 11 база. Мы запускаем по маршруту и указываем ему Нью-Холланд. Нью-Холланд. Вот. Т-Ц-5-90. Но он, видимо, поедет, съездит разок на базу. Не суть важная. Он потом заедет, все будет работать. Далее вот этот товарищ у нас катался и продавал силос. Но, слава богу, остались все вот эти вот положения. Он, видимо, на незаведенном двигателе не работает, да? Да. В общем-то, запускаем его также дальше по маршруту и пускай он ездит и продает силос из этой ямы. А то он уже задолбал здесь лежать и вонять. Далее у нас вот этот товарищ. Он у нас катался и собирал солому. Точнее, продавал солому. База солома прод. Солома, да. Запускаем по маршруту. С ближайшей точки он поедет дальше. Ух, все без проблем. Да, кстати, если маршруты сохраненные, то их не надо заново генерировать. Он даже открывать. Остаются они в памяти, когда из игры выходишь, тоже хорошо. А вот на комбайн пришлось делать заново. Далее у нас идет вот этот оранжевый товарищ. Он у нас закончил тюковать травку, поэтому мы отгоняем тюковщик, ставим на место, а трактор везем на базу. С этим все понятно. И далее у нас идет ман, на котором мы ехали за новым прицепом. Собственно, продолжаем мы этот самый маршрут, уже по которому ехали мы сами. Прицеп я сбросил на базу и вуаля, вот он. Как раз под цвет нашего мана. Вполне симпатично они, между прочим, смотрятся вдвоем. Прицеп этот мы везем на поле опять-таки, потому что будем ставить наш новый комбайн на уборку бобов. Вон он впереди стоит. Единственное только то, что меня беспокоит, это я вот этот маршрут поле 11 база записывал на тракторе. Соответственно, там немножко другие траектории, меньше прицеп был, поэтому имеет смысл этот маршрут проверить. Загружаем поле 11 база, работа с комбайном. Ставим ему турум 760, который находится рядом. И запускаем со стартовой точки. Пускай он один кружок выйдет и проедет. Посмотрим, как он едет здесь. Видите, цепляется, это не очень хорошо. Здесь он, в принципе, разгружаться будет без каких-либо проблем. Далее солома, на солома пофиг, в принципе. Здесь он попал, проехал нормально. А здесь он цепляется, но проезжает. Проезжает и слава богу. Это самое главное. Переписывать из-за этого мы его не будем. А вот здесь за знак может зацепиться. Да, друзья, за знак он зацепился, забуксовал, поэтому этот маршрут нужно переписать от мана. Подъезжаем к все той же стартовой точке, сбрасываем маршрут и начинаем запись нового маршрута. Соответственно, аккуратненько проезжаем везде. И останавливаем этот маршрут. Запускаем его со стартовой точки, опять-таки, на проверку работоспособности. А пока он там едет, мы возьмем наш новый комбайн и поставим на маршрут работать его. Ставим, как обычно, разные полевые работы и генерируем маршрут уже на 9 метров. Да, приятненько все-таки работать с большими размерами. Возврат на старт нет, хрен с ним, потому что он не будет возвращаться на старт, он не поедет до конца поля. Разворачиваем комбайн. Запускаем его из ближайшей точки, пускаем... А нет, он все равно поедет. Мне просто не нравится то, что он пропускает чуть-чуть. Не, ну гляньте на него, он же ж вредный. Ладно, хрен с ним, тут я заморачиваюсь из-за какой-то фигни на самом деле. Ман, соответственно, доехал до точки ожидания и сейчас будет стоять, ждать наполнения бункера. Так что можно проследить минутку за комбайном. Довольно быстро он наполняется, надеюсь, бобов будет много. Да, видимо, ман стартанул. Ну, должен он его, в общем-то, разгрузить без проблем, каких бы то ни было. Да и, собственно, оставляем их работать, они справятся без нас. Вот, друзья, случилась немного неприятная хреновина. Наш комбайн опустошился и стал собирать бобы. Прерываем маршрут и отправляем на разгрузку наш трактор. А этого друга мы возвращаем обратно на то место, где он начал безобразничать. Вот он, случился здесь переломный момент. В принципе, мы это сейчас исправим. Нажимаем кнопочку вызвать транспорт. Сейчас подъедет наш трактор, разгрузим мы его. И вернем на маршрут, чтобы он убирал именно канолу. И отправляем трактор на разгрузку. Он уезжает, мы выставляем, точнее, не выставляем, а складываем трубу. Заводим трактор, включаем его, точнее, не трактор, а комбайн. И начинаем собирать эту самую канолу. Ну и отсюда, с ближайшей точки, мы запускаем его по маршруту. Далее он будет собирать именно канолу, а бобы оставит в покое. Я надеюсь, остаток этой маленькой полосочки до конца поля влезет в этот комбайн, чтобы такая история больше не повторялась. И сразу же нажимаем еще раз вызвать транспорт, чтобы, как только трактор приедет на поле и начнет искать свободный комбайн и найдет его, соответственно, чтобы он сразу же выдвинулся к нему. Видите, здесь он собирает только канолу. Этого товарища мы останавливаем. Трактор разгружается. И мы его отправляем на разгрузку, соответственно. Пока, мой друг. Единственное, мы выберем его и нажмем на кнопку остановиться в последней точке, триггере. Да. Тем самым возвращаемся в комбайн и везем его на базу. И все, друзья. С уборкой канолы у нас закончено. Естественно, еще вот этому товарищу мы нажимаем кнопочку продолжить. Он сейчас подъедет сюда, начнет разгружаться. Мы прерываем сразу же маршрут, закрываем и паркуем нашего товарища отдыхать. Хотя, с другой стороны, можно вообще-то его сразу поставить здесь. Потому что нам в любом случае придется удобрять это поле сейчас. И, кстати, друзья. Пока у нас идет уборка поля. Я тут вспомнил, что с помощью вот этой вот хреновины, вот этого вот говна, которое тут собрано, можно удобрять поле. А у нас уже полное это все набилось. Полное хранилище дегистата. 800 тысяч литров. Это идет от переработки филоса. Мы сейчас на БГА находимся, если что. И, в принципе, можно же не тратиться на удобрение, а удобрять поля дегистатом. Правда, для этого нужно купить специальную бочку. И это идет какая-нибудь из них. И я, честно говоря, даже не знаю, что брать. С одной стороны и денег, жалко на все это дело. С другой стороны, вот это за 12 тысяч будет 2 часа удобрять поле. У нее вместимость всего 8 тысяч литров. И раз 10 придется съездить за ним, чтобы наполниться. В принципе, так как мы никуда не торопимся, можно взять и ее. Или взять вот эту за 36. Я вот не знаю. Ладно, я решил, давайте возьмем вот эту среднюю за 36 тысяч. Да, ее покупаем за 36. Вторую нам не надо. И, значит, вот этого товарища мы отгоняем обратно на базу и берем бочку. Бочку мы сбрасываем, цепляем, соответственно, к трактору и едем писать маршрут на пополнение всего этого из хранилища дегистата. Маршрут, друзья, мы с вами будем начинать вот с этой точки. Нам нужно проехать точно так же около пополнялки, грубо говоря, просто проехать. Я думаю, это особых проблем у нас не вызовет. Соответственно, возвращаемся в эту же точку. Маршрут, на самом деле, не очень красивым получился. Но, может быть, я его потом перепишу. Но, увы, мы должны его сохранить, чтобы потом добавить. Назовем его мы поле 11, поле 11 БГА Дегистат. Далее мы маршрут сбрасываем и, соответственно, генерируем маршрут на прохождение всего этого добра по полю. Здесь же мы выбираем удобрение и посев. И рабочая ширина у нас будет точно так же 12 метров, 11 поле. Конечно же, поворотная полоса по максимуму. Все как обычно. Возврат на старт пусть будет нет. И, соответственно, к этому же маршруту мы добавляем БГА Дегистат. И выглядит он теперь вот так вот. Единственное, перед запуском, ну, запускать еще, понятное дело, рано. Мы поедем и наполним эту бочку дегистатом, который у нас есть в ферментаторах. Потому что оттуда он автоматически заполняться не будет. Да и девать этот дегистат, по сути, некуда. Продавать он стоит сущие копейки. Ясное дело, что абсолютно все не влезет. Но мы хоть сколько-нибудь, да, заполним. У нас там 330 тысяч лежит. Как его трясет-то, однако. Я не буду говорить, что именно это напоминает. Перестал наполняться и перестал трястись. Ну, ладно. У нас, кстати говоря, предпоследнюю проходку уже делает наш комбайн. Блин, большой, довольно быстро работает. Мне это нравится, несказанно. И да, самую малость не влезла в наш ман. Но я ему все равно сказал остановиться около триггера. Сейчас мы остановим здесь комбайн и поедем с ним на базу. И там уже именно на базе мы высыпем все это дело в наш ман. Прерываем маршрут и едем на базу. Хотя, можно сначала этого товарища запустить по маршруту. В принципе, если что-то не будет работать в нашей схеме, то мы потом увидим ошибку. Пока что мы его не трогаем. Нам есть чем заняться. Берем RSM-ку. Ростельмаш, в принципе. Я не знаю, RSM это, наверное, модель. Какая-то. И аккуратненько вот здесь протискиваемся. Выставляем трубу. Глушим двигатель и садимся в мана. Нажимаем продолжить. И прерываем маршрут. У нас тем самым застрял трактор, который ввозит солому. Ну да ничего, подождет. Я думаю, ничего с ним не станется, если секундочку он подождет. Подъезжаем к нему. Высыпаем все это дело. Соответственно, садимся в RSM-ку. Убираем трубу. Складываем комбайн. И, соответственно, вставим его в стойло. Да уж, по конченому я, конечно, прицеп здесь парканул. Прям вообще по конченому. Все, друзья, пускай стоит. Прицеп мы потом поправим. Но сейчас мы берем мана. И смотрим, чего у нас сколько есть. У нас есть почти миллион пшеницы, полмиллиона ячменя, 134 тысячи канола и 300 тысяч бобов. И поэтому я предлагаю по одному прицепу этого всего дела перевести на мельницу и на мельница топлива. Соответственно, увы, куртплей не очень хочет разгружать нормально все это дело. Поэтому мы это сделаем все вручную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, друзья, мука у нас будет генерироваться вот в таких вот поддонах. Увы, их всего 5 штук, 6 штук. Влезает на конвейерную ленту, и потом их надо отсюда обязательно убирать. Вот с первой партии то, что мы отвезли, у нас тут уже что-то есть. И мы эти поддоны будем просто скидывать куда-нибудь сюда. Потом их, когда их будет до хрена, мы все уберем. Все, пускай валяются, мы, соответственно, садимся в ман. И последний наш путь это отвезти канолу. Ну и все, друзья. Ман сегодня поработал, поработал хорошо. На сегодня он свою работу всю выполнил, поэтому мы паркуем наш прицеп. И, соответственно, сам ман тоже поставим отдыхать. Блин, из этой камеры ни хрена вообще не видно. Мы, конечно же, еще вот этот прицеп перепаркуем. Как-то так более по-человечески. Все, пускай они стоят и отдыхают. А этот друг, видимо, сам ездит нормально, пополняется, потому что он уже немало работы сделал. И одного прицепа точно не хватило бы на все это дело. Заодно сейчас посмотрим вообще, насколько хватает. В смысле, насколько быстрый расход удобрения идет. Слушайте, его опять колбасит, как будто там я не знаю, что происходит. Посмотрите на эту картину. Там еще и блондинка сидит. Ладно, не суть важна. И, друзья, посмотрите, с какой скоростью уходит все это дело. То есть пополняться он будет очень часто. Ну да ладно. Как я уже говорил, мы никуда вроде как не торопимся. Давайте, ребята, вернемся к посеву. А именно, я думал, как и в прошлой серии, засеять это поле двумя культурами сразу. Подсолнухами и кукурузой. Чтобы у нас все было. Соответственно, нам нужна сеялка. Вообще, лучше даже две. И из адекватных вариантов я вижу темпа F8, которая на 6 метров. Она, между прочим, кстати, умеет сразу удобрять поле. Но перед ней нужно поле это самое обрабатывать. Соответственно, культиватором или плугом. И поэтому есть идея, может быть, даже прикупить культиватор. Потому что я плугом, честно говоря, задолбался уже все это делать. Хотя, с другой стороны, мы опять-таки никуда же не торопимся. Ладно, сделаем все плугом без проблем. Для этого берем вот эти два трактора и, в принципе, двумя плугами. Мы сейчас все это и сделаем. Берем стеор и ставим его на работу. И, соответственно, берем сразу же Вальтеру и ставим ее вдогонку к второму трактору. От него же мы копируем просто маршрут. От Терус-ЦВТ, который только что уехал, только по левой стороне. Соответственно, ставим ему разные полевые работы. И со стартовой точки мы его точно так же запускаем. Сейчас он доедет до середины, и где-то они там... Точнее, не до середины, а под конец поля они столкнутся. Но мы поправим их, и будут они вместе рядом, в общем-то, работать. А тем временем нашу Вальтеру, видимо, бес немножко попутал. Он оставляет полоску. Обычно вот это смещение влево... Влево. Почему влево, если оно вправо должно быть? 0,8. И сейчас оно при развороте меняется, да? Ладно, сейчас посмотрим, как он едет. Вот, но этого вправо стоит. Сейчас он развернется и будет влево. Да, все правильно. Надо ему выставить влево, и когда он развернется... Должно быть вправо, остается у нас полоска. Ну, вначале хрен с ней. И опять у него стало вправо, хотя надо ставить влево. Что-то не так с ним явно. Но я надеюсь, он одумается. Что-то его вообще бес попутал. Опять выставилось вправо. Он почему-то не меняет эту самую. Не меняет направление плуга. Я не знаю почему. С ним явно что-то не так. Я, честно говоря, вручную делать этого не хочу. Поэтому мы прерываем маршрут. И копируем его заново. Попробуем сделать так. Неподходящий тип инструмента. Серьезно? Серьезно. Посмотрим, будешь ли ты работать теперь. Если нет, то я его сниму нахрен. И тогда... Я, честно говоря, даже не знаю, что тогда. Тогда этот самый. Второй трактор потом пройдет еще раз. Все сделает сам. Иногда у Курсплея случаются такие глюки. На это не стоит обращать внимание. Баги у нас все ловят. Не, этот трактор почему-то очень сильно не хочет менять направление плуга. Поэтому мы вообще сбрасываем он нахрен. И вообще пора покупать культиваторы. Если уж на то пошло. А тем временем этот плуг, который мы навстречу едем, уже обогнал поливалку. Сейчас развернется, будет ехать ей навстречу. Ну ладно. Ну все, друг, ты меня сегодня разочаровал немного. Поэтому стой и кури. Сегодня ты работать не будешь. Сегодня ты недостоин. Ну и, друзья, я на этом с вами прощаюсь. В следующей серии мы, наверное, продадим нашу муку. Займемся еще какими-нибудь производствами. Ведь у нас будет две новых культуры. Опять-таки повозим тюки. И, в общем-то, много чего интересного нас ожидает. Поэтому ставьте большие пальцы вверх. Рассказывайте о канале друзьям. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Пишите свои комментарии. С вами был Никита Дилэй. Всем всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова